Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 28 апреля, во вторник, мы констатируем в городе наличие 44 нарастающим итогом заразившихся и больных коронавирусной инфекцией. Из 44 больных, напоминаю, трое у нас уже выздоровели. Таким образом, у нас за сегодняшний день новый один больной. Это человек, который работал в Дивеево как раз в уже неблагополучный период и, соответственно, при лабораторном контроле показал наличие коронавирусной инфекции и дал еще и клинику острого респираторного вирусного заболевания. Итак, 44 больных, минус 3 выздоровевших, 41 человек распределяются по лечению и по степени тяжести таким образом. Госпитализировано из них 13 человек в клиническую больницу, в нашу городскую, и один человек продолжает лечение в Нижнем Новгороде, в Приворском окружном медицинском центре. Из 13 тех, кто находится на лечении в нашей клинической больнице, 10 человек переносят заболевания в средней степени тяжести. Остальные больные и лечащиеся на дому, таких остается 27 человек, и трое в нашей клинической больнице еще переносят заболевания в легкой форме. Напоминаю, что среди всех заболевших есть двое детей. У нас было, я отвечаю попутно на вопросы, которые в течение суток ко мне поступают. К нам было обращение нескольких жителей города, которые говорили, вы подробно рассказываете, сколько, где и как лежат, и никогда не говорите, а каков возрастной состав этих людей, все-таки какого же возраста люди болеют в нашем городе. Вот я специально подготовила такую небольшую справочку и отвечаю на этот вопрос. Из 44 больных, вот всех берем, включая выздоровевших, у нас два человека, это детки от нуля до трех лет. Я думаю, что они могли бы, конечно, и не заразиться, но они были, у них была очень большая вирусная нагрузка, они оставались ночевать у бабушки с дедушкой, где и бабушка, и дедушка уже были заражены, но не знали пока еще об этом. Плюс заболели их родители, и у деток, наверное, уже не оставалось шансов не заразиться. Они сейчас болеют в легкой форме. Дальше категория подростков. Среди подростков до 18 лет у нас нет ни одного больного. Категория лиц молодых от 18 до 40 лет. Таких у нас сейчас 11 человек в общей сложности, и все они болеют в легкой форме. Следующая категория от 41 до 60 лет. Вот люди этих средних лет, у нас таких больных 18 человек, и среди них есть всего несколько средне-тяжелых. В основном это тоже легкая форма. Тут все зависит от того, значит, есть сопутствующая патология или нет. При наличии сопутствующей патологии вот в этой возрастной группе уже есть признаки пневмонии у лиц, а следовательно они отнесены к группе средней тяжести. И, наконец, вот это наша самая рискованная группа лиц старше 60 лет. Таких у нас среди общего числа заболевших 13 человек, и из них уже половина, даже чуть больше половины, это люди, болеющие в средней степени тяжести, переносящие заболевания. Поэтому таким образом делаем общий вывод, что по возрастам у нас есть двое детей, и остальные это взрослые люди, нет совсем подростков. Среди взрослых людей больше все-таки смещен акцент, и болеют люди от 40 лет и старше. При этом у тех, кто от 60 и старше, заболевание проходит в более тяжелой форме. Это вот к вопросу о возрастах. Дальше я вернусь к нашей статистике и скажу, что кроме продолжающих лечения на дому и в стационаре, у нас еще и расширился за счет появившегося нового больного круг лиц, которые сейчас находятся на карантине. Им выдано постановление, они должны находиться строго дома, никуда не выходить, им будет проведено лабораторное обследование. Таких у нас плюс 6 человек за день, итого 45 человек на карантине. При этом все наши больные разделены, если попытаться понять по очагам, у нас на сегодняшний день 10 очагов. Вот это пока нам понятные 10 очагов, в которых мы работаем, смотрим их контакты, отсматриваем здоровье, и с этим нам пока все понятно. Сразу хочу сказать, что новости, появляющиеся иногда в виде фейковых новостей о большой заболеваемости в войсковой части, не находят своего подтверждения. Это неправильные сведения. Значит, у нас в лазарете войсковой части действительно есть больные с иными заболеваниями, причем те из них, которые по симптоматике, по тяжести заболевания или по эпитоанамнезу подлежат обследованию, обследованы в наших лабораториях, и они все показывают отрицательные результаты на COVID-19. То есть коронавирусной инфекции у них нет. При этом я напоминаю, что я уже говорила об этом, на самом деле у нас среди общего числа лиц есть двое вынослужащих, которые, к сожалению, заразились в Московской области, когда находились там в командировке в учебной части. Они на карантине, под наблюдением и их близкие контакты. Это то, что касается вопросов по войсковой части. Затем у меня был вчера вопрос от жительницы дома по улице Пушкина, которая спрашивала меня о том, что можно ли сейчас в эпидемический вот такой непростой период проводить ремонтные работы в домах и пускать ли ей работников, которые проводят ремонты, к себе в квартиру. Этот вопрос был обсужден на городском оперативном штабе. И я вам могу доложить, что занимается этим заместитель нашего главы администрации по строительным и ремонтным работам и по вопросам, касающимся всех таких вот коммунальных вопросов еменцев. Он уверенно сказал, что все работы, которые должны были быть проведены в этом году, будут проводиться по фасадам и по внутренним помещениям зданий без захода в квартиры. Если все-таки такие вопросы будут у вас возникать, вы можете обращаться напрямую в администрацию по телефону, можете обращаться в свою управляющую компанию. Но на сегодняшний день принято такое решение, что с ремонтными работами сотрудники данных строительно-ремонтных организаций по квартирам ходить и работы проводить не будут. И самое главное, я хочу сказать, что мы вышли с вами на совершенно принципиально вообще другой этап работы. Мы с вами очень хорошо, я уже об этом тоже говорила, прошли тот этап наш, когда лица, посещавшие разные зарубежные страны, в том числе страны, где была высокая уже заболеваемость коронавирусной инфекцией, равно как и другие страны, но приезжавшие через те же, прилетавшие через те же аэропорты, посещавшие вот эти зараженные терминалы, они все попадали в карантинные мероприятия, выполняли это все. Мы с вами это все успешно прошли и радостно констатировали, что у нас нет ни одного больного в городе, нет ни одного заражения, привезенного нам из-за рубежа. Ну вот, несмотря на то, что я думала, что эта эпопея уже закончилась, на самом деле продолжают еще единичные случаи, продолжают возвращаться лица из зарубежных стран. Самое теперь, конечно, неприятное, что это лица, которые уже уехали за рубеж, когда уже было понятно, что неспокойно во всех странах, что идет карантинный период, что нельзя этого делать. И вот есть сейчас наша саровчанка, которая вернулась с отдыха. По указу губернатора совершенно четко нужно этот период проходить, карантин в обсерваторах у нас во всех регионах крупных, где есть международные аэропорты. Как правило, это областные центры, при них организованы обсерваторы, где эти люди проходят. У нас уже трое таких наших саровчан есть, которые с пониманием к этому отнеслись, приехали из-за рубежа, две недели положенных инкубационным периодом этого заболевания, провели в обсерваторе, прошли обследование и все спокойно приехали. Но вот новая наша жительница почему-то проявляет очень большую активность, непременно хочет попасть в город. Я, конечно же, против этого. Я считаю, что нужно в обсерваторе проходить этот период. Но просто хочу ко всем обратиться. Может быть, это не последний случай. Может быть, есть такие родственники у вас, может быть, есть знакомые. Вот для общего понимания, все-таки создана единая в стране система. Она продумана эпидемиологами. Она доказала свою эффективность. Я думаю, что нужно соблюдать эти правила. И обращаюсь в данном случае к возможным знакомым или родственникам этой женщины, вернувшись тем, чтобы они с ней поработали и объяснили необходимость такого поведения. Ну, ничего страшного. Плата за прекрасный отдых за рубежом, когда там уже никого нет, и все это очень дешево. Вот теперешние две недели, которые нужно посидеть и доказать, что ты приехала здорово и вернуться, никого не заразив. Ну, а теперь к самому насущному. Все-таки зарубежный период мы с вами благополучно прошли. И вышли на другой этап. И мы тоже об этом с вами говорили. Это был этап, когда основной очаг заражения сконцентрировался в Москве и Московской области, потому что это был самый главный пункт, куда возвращались наши россияне из разных стран, где они могли заражаться, где было большое количество иностранцев, где не было возможности сразу всех обеспечить средствами защиты и так далее. Очень много объективных причин, почему именно Москва и Московская область стала основным очагом заражения для всей нашей Российской Федерации, откуда потом начали расползаться. Вот эта заболеваемость наша начала по транспортным, по всем путям расходиться. И мы, как регион Нижегородский, конечно же, близко расположенный, тоже достаточно быстро ощутили на себе вот эту нагрузку и увидели, что первые больные в том числе начали появляться в нашем регионе. Но, к сожалению, вот тот период, который был объявлен президентом в качестве нерабочих дней, почему-то многие люди сочли для себя возможным в этот период оставаться не на самоизоляции, а использовать его для паломнических поездок. И, несмотря на благословение патриарха Кирилла, несмотря на то, что он обратился ко всем православным, чтобы они в этот период не посещали храмы, не совершали паломнические поездки, тем не менее мы видим, что достаточно много было приезжих, в том числе из московского региона. Это было видно по номерам машин. В наше село Дивеево рядом с нами расположенное. И все мы видим теперь, что этот неблагополучный район, что туда, конечно, завезена была коронавирусная инфекция, и он уже стал неспокойным, и он уже стал самым неблагополучным у нас в Нижегородской области. Вы знаете, что сейчас село Дивеево закрыто на карантин. Закрыт на карантин и монастырь сам. Монастырю мы от города Сарова помогаем. Я уже говорила об этом вчера. Мы помогаем вчера. Провели там дезинфекцию заключительную в медицинском центре, в зеленой так называемой зоне, и в зоне, где оказывают помощь врачи и в трапезной, и еще в некоторых помещениях, там, где своими силами не смогли справиться работники монастыря. Есть помощь в качестве лабораторного контроля. Сейчас большие силы бросил Роспотребнадзор Нижегородской области на село Дивеево. Там будет много достаточно обследований. Ну и есть, конечно же, помощь в оказании непосредственно медицинской помощи заболевшим в монастыре. Это безусловно. Пока у нас такая в городе возможность есть, я думаю, что такая помощь оказываться будет. В то время как в самом медицинском центре в монастыре сейчас разворачиваются дополнительные койки, и они скоро выйдут на свой хороший уровень и будут уже лечить самостоятельно своих заболевших. То же самое делает сейчас Дивеевская центральная районная больница. Они ввели карантин на территории своей больницы. Они сейчас тоже перераспределяют койки. Они разрабатывают схему маршрутизации больных внутри области. То есть этот процесс весь решается. И все, что касается больных, врачи, лечебные все наши части и учреждения государственные, этот вопрос решат. А вот мы с вами должны решить вопрос. Вот то, что находится Дивеево с нами рядом, и то, что прошли большие праздники, что это дало для города? Каким образом мы могли в этой части пострадать? Вот для решения этого вопроса на оперативных штабах, проведенных вчера на уровне города, на уровне нашего федерального медико-биологического агентства, на уровне губернатора, мы продумали ряд мероприятий. И мы вышли с предложением, и вчера вечером его уже напечатали в средствах массовой информации, уже первые отклики есть, о том, что мы хотим посмотреть и протестировать людей, которые были в Дивеево, посещали Дивеево в период, единственное, что вот указано вчера было с 13 апреля, а я все-таки настаиваю, и сейчас об этом говорю, и еще раз попрошу средства массовой информации исправить эту информацию, с 12 апреля, в период с 12 по 25 апреля. Почему мы берем именно этот период? Потому что 12 апреля, вспоминаем, было вербное воскресенье, 25 апреля была Пасха, весь этот период был для большинства людей нерабочими, весь этот период, как отмечает оперативный штаб Дивеевского района, были паломники в селе Дивеево, и если наши горожане туда ездили, то, конечно, они могли заразиться. Каков порядок всей этой работы? Я сейчас это все подробно объясню. Значит, мы предлагаем всем лицам, кто посещал Дивеево с 12 по 25 апреля, позвонить на горячую линию нашу, вы уже все, наверное, знаете ее телефон, ее телефон 977777, и сообщить следующие вещи. Фамилию, имя, отчество, свой возраст, адрес проживания, телефон контактный, место работы и дату посещения села Дивеево. Вот когда эти опросные листы соберут у себя сотрудники горячей линии, они нам передадут их. Значит, объявлено, и я это могу подтвердить для того, чтобы определить и провести тестирование. Ну, мне уже вчера вечером начали многие говорить, что, во-первых, те, кто на самом деле съездили в Дивеево, могут вам и не сказать об этом, и есть, наоборот, вторая категория людей, которые под эту марку, под эту идею, ну, скажут неправду, слукавят, что они были в Дивеево для того, чтобы пройти это тестирование. Я это прекрасно понимаю, что может быть и первый, и второй вариант, и еще несколько, которые говорить не будут, для того, чтобы не надоумливать мошенников. Но самое-то главное здесь не это, не то, что человек скажет правду или неправду. Нам сейчас нужно с вами определить и понять общий срез. То есть нам нужно понять масштаб, так сказать, проблемы. Если мы действительно увидим, что многие саровчане там были, а что значит были? Значит, одни люди, может быть, проехали через Дивеево транзитом. Кто-то, может быть, остановился и взял, отобрал водичку на святых источниках. Кто-то, может быть, заехал в магазин, зашел. Кто-то навестил своих родственников и оставался, может быть, у них ночевать, отдыхал вместе с ними или просто гостил у своих родных. Кто-то у нас живет в Дивеево. У нас есть люди, которые работают в Сарове, а живут в Дивеево, и они просто там ночевали. А есть люди, у кого по месту этого проживания есть больные, да? А есть люди, которые ездили с паломнической целью и посещали монастырь, может быть, или паломнический центр, или гуляли, любовались Дивеево. То есть, как вы понимаете, это все совершенно разные будут контакты и совершенно разные риски заразиться. Более того, сами люди, кто съездил, это тоже могут быть люди из совершенно разных категорий. Насколько они сами могут заболеть, к какой группе риска они относятся, и насколько они способны заразить окружающих своих, с кем они проживают, сколько с ними совместно людей живет, сколько из них живет в общежитиях. А может быть, есть люди, которые подолгу своей работы продолжают работать, и тогда они способны, например, ну, к примеру, работая в магазине, например, или обслуживая там по каким-то жилищно-коммунальным вопросам большую часть населения. Какую часть населения вокруг себя они могут заразить. Вот это все нам нужно выяснить. Поэтому, получив вот эти опросные листы, мы будем по тем контактным телефонам, которые вы укажете в этих опросных листах, мы будем с вами связываться. Нам нужно, во-первых, понять, сколько это человек. Пять, пятьдесят, пятьсот, может быть, пять тысяч. Потом нам нужно понять, кто эти люди, вот так их разделив, каким образом я вам рассказала. И когда у нас сложится за, я думаю, что мы обработаем дня за два всю эту информацию, вызвоним вас, выспросим все, что нам нужно. И таким образом мы поймем, кого и в какие сроки мы будем тестировать. То есть совершенно нет такого понятия, что я позвонила первая, значит, мне завтра сделают тест. Такого не будет. Не будет и такого, что если я позвонила, то меня обязательно протестируют. И такого не будет. Но не будет и обратной вещи. Не будет такого, что мы оставим вас без внимания, не возьмем вас на контроль. Не будет такого, что мы высадим вас на карантин только потому, что вы сказали о себе, что были в Дивеево. И такого не будет. Эта работа, с какой целью она проводится? Цели простые и понятные. Первое, нам нужно понять, была ли у нас возможность завоза инфекции из Дивеева в город. И сколько таких очагов может быть. И таким образом, тестируя самые уязвимые группы, мы, во-первых, можем начать лечить заболевания там, где еще нет симптомов или очень мало симптомов. Таким образом, не допуская перехода заболевания в тяжелое течение. Ну и понятно, как крайний исход смерть. Вторая цель – это возможность предотвратить заражение контактных в близких семейных очагах. Следующая задача – это оградить, локализовать эти очаги, не дать возможность выйти на работы, где большие контакты с большими людьми, тех, кто мог заразиться и заболеть, мы их обязательно проверим. И таким образом, вся работа таким образом нацелена на то, чтобы не было распространения заболеваний в городе. То есть нет смысла сейчас ждать, когда все само проявится. Нам нужно понять, это очень близкий контакт. Еще раз напомню, у нас есть люди, кто жил в Дивеево, работал здесь. У нас есть люди, кто жил здесь, но ездил туда к родным. У нас есть люди, кто, несмотря на благословение Патриарха, продолжал паломнические поездки. Это все очень важно. Поэтому звоните. Мы будем принимать всю эту информацию, мы будем ее обрабатывать, мы будем с вами связываться, будем решать, кого, в какие сроки. В любом случае, приходить никуда не нужно. Это будут медицинские работники выезжать к вам. Конечно, нам нельзя допустить, чтобы захлебнулись обе наши лаборатории, клинической больницы и центра гигиены. Мы сделаем ровно столько анализов, сколько по силам нашей лаборатории. Но если необходимо, будем продолжать эти анализы достаточно долго, чтобы охватить всех, кого мы считаем нужным. Поэтому еще раз напоминаю для тех, кто захочет под эту марку либо спрятаться и сказать, что они не были в Дивеево, либо наоборот, на врате. К тем и другим обращаюсь. Но если человек знает, а сегодня мы знаем о неблагополучии Дивеево и Дивеевского района, значит, зная эту информацию и скрывая от тестирования, люди таким образом в случае заболевания попадут под уголовную ответственность. А те, кто хочет сделать под эту марку лишние анализы, Ну, мы посмотрим. Ничего страшного тоже в этом нет. Во-первых, вы знаете, что у нас город небольшой и достаточно легко проверить, действительно ли так было. А во-вторых, мы увидим, если это будет огромное количество населения, то можно же и проверить по выездам из города. Но я думаю, что люди отнесутся к этому с пониманием, серьезно. И еще один вопрос, который касается многих, некоторые боятся взять анализ, потому что не представляют, что представляет из себя анализ. Значит, анализ – это два мазочка из носа глотки и рота глотки. То есть это такая длинная палочка, которую помажут глубоко в носу и глубоко во рту. Вот таков анализ. Поэтому прошу ко всем, всем к этому вопросу отнестись серьезно, звонить. До праздников мы будем продолжать, включая лабораторию, работу, и мы давно уже в таком режиме работаем, и субботу, и воскресенье, и все праздничные дни. Поэтому мы распределим эту работу и всю ее выполним. Всего вам доброго. Будьте, оставайтесь дома, оставайтесь на самоизоляции и на связи с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok